Доброго времени дорогие друзья, зрители, подписчики. Сегодня мы приехали в Минскую область, Слудский район, агрогородок Летковщина. Здесь есть дом продается, прямая продажа сельсовета. Мы делали этот дом из улицы обзор. Сегодня мы договорились, приехали сделать видео обзор внутри дома. Это мы заехали со стороны деревни Другой Знамя отсюда. Просто здесь немножко дорога такая полевая, решил немножко сократить путь. Так что всем приятного просмотра, не забывайте про лайки ставить, они бесплатные. Писать комментарии, что вам в голову приходит по поводу обзоров недвижимости. Что еще? Подписываться на канал, пожалуйста, не забывайте подписываться. Кто не подписан, это тоже немаловажно. Хочу серебряную кнопочку в этом году, чтобы прислали YouTube. Спасибо YouTube площадке. YouTube это сильная площадка. Здесь можно посмотреть все, что хочешь. Так, наверное, не сюда, наверное, сюда. Не вытягиваемый, не вытягивает мой Porsche на горку. Малый объем двигателя. Погода у нас не ахти. Весна, в принципе, у нас в Беларуси. Ну, вот видите, сегодня, наверное, какое число у нас. 3 марта 2023 года. От Стоцка километров 15-18 летковщина. От Минска, наверное, километров 120, наверное, будет. Ну, если кто там знает, поправьте меня, может, кто лучше меня знает. Я-то, если честно, так примерно всегда говорю. Всегда есть купите карту, купите навигатор. Что здесь? Магазинчик есть. Школа, садик это в другой деревне. И здесь вот улица Садовая. Здесь по улице Садовой продается этот дом. Как видим, асфальтированный подъезд. Дома, ну, люди живут, и жители, и работа есть здесь. Водоемчик для уточек. Ну, сейчас посмотрим, что у нас там внутри, в этом доме. Вот этот домик. Идем смотреть. Я вот в тот раз смотрел, не знал, где колодец. Колодца здесь, наверное, на участке нет. А ты дома, которые предлагают, что ты любишь? Так, ну что, делаем обзорчик. Холодильничек марки, неизвестно какой. Вот здесь все, что внутри. Это верандочка такая. Опа! Люблю я такое. Дорогие друзья. Иконы говорят, что дома нужно в церковь. То есть, в церковь. Кроватища, я не знаю, с чего здесь начинать. Еще это вот от ткацкого станка часть. Музей тоже можно, кто знает. Давайте отсюда начнем с зала. Тумбочки такие релитетные. Фотографии. Кто жил? Кстати, вот фотографии можно собирать и подписывать, в каких деревнях мы находили их, в каких домах. Ну, электричества здесь в доме нету, чтобы вы понимали. Сруб так себе. Ну, он-то хороший, может быть, но все равно его надо посушить уже. Печь-коррелитет. Тут даже одна большая русская печь такая, переделана она. Ну, видно, поддымливала. Старичок еще один вывели. Видите, большую трудно было топить. Вот дом продается полторы тысячи рублей, плюс еще документы. О, это, наверное, вышиванка какая-то, да? Или чего это было такое? Кусочек, видишь? Да. Ковры, кровать. Вот это музей. Кстати, колясочка. Ну, она уже такая разбитая. Ну, интерьер пойдет. Что еще можно здесь найти? Сундук такой маленький, куфор, интересно. Сундучок, куфор, видите, какой. Ну, да, дома сел, фундамента нету, если часть, видишь, видите, пол, дырка сквозная. О, здесь куча, куча фотографий. Это что, старые такие фотографии еще, видите? Выбрасывали. Вот интересная фотография армейская какая-то. Не подписано, правда. Что здесь в чулане есть? Бочки. О, еще фотки. Эти фотографии целая куча в рамках даже. Брювно. Горитая лодочка. Интерьерщика. Ну, вот такой вот дом внутри. Вот, смотрите. Здесь, как бы, в этой потолка части нету. Это уже туда дальше, по что, в сарай переходит строение. Есть коми. Ну, здесь вот такая, одна основная часть дома. Веранда. Кровать как тут называется? Девичья кровать, да. Когда девушке исполняют 18 лет, ее отправляли ночевать вот сюда, в холодную комнату, чтобы она быстрее вышла замуж. Тут же волосы вот тут, вот под кроватью, коса обрезанная даже. Вот, когда я доски... А вон она лежит, кстати. Нифига себе. И вот эта девичья, она в углу, в холодном стояла, чтобы она быстрее вышла замуж. Вот. Вот вам история. И вот себе как устало, что-то, мне самому интересно. Кассаж там вот лежит. Да, пол ушел вниз. Видишь, пол ушел совсем. Кровать на месте. Кровать на месте, пол ушел вниз. А девушки-то нет. Значит, вышла. Девушка тебе почему-то вышла замуж, да? Вышла. Вышла погулять. Вон лежит, смотрите. А, точно, ребята, смотрите. Да. Смотрите, сундук он. Ну, вот это, вот это, вот это интересная вещь, ребята. Да, ну-ка оставим. Вот еще сундук. Смотрите. Я видел. Мой ребенок, только он спать не будет. Смотри, как сделано. На чопиках все на совести. Да, я говорю, на совести сделано. А это днище города. Тут же столько одежды такой вот всякой. Смотрите, люлька. Мама сейчас вам понаходит. А кому-то, если какой кожи обшить или чем-нибудь поставить в коридоре. В основном, мы найдем, к чему его приспособить. А тут вот такая, была простая. Вот если ее попрыть лаком, я бы тело... Папа, я чем-то к себе из машины... Тоже для пряжи. Вот этот стол тоже хороший. Да, я не знаю, был. Ну, да. Ну, если кнопками тоже его обделать. И все уже так реставрировалось, что круто сделать, что... А мы провели. Ну, и вот это хотела соседка купить. Я дала контакты, чтобы все. Я говорю, ну, оформляйте документы. Я надо было степить в право расследования. Тут жила ее тетя. Не ее отца, родная сестра. Не хватает мумии, смотрите. Да говори, какие документы нужно. Она на себе доядкой работала. Я говорю, хотя 500 долларов, но человек будет жить и все. Ну, продадите сразу. Это какой-то станок был. Мне надо было свечи... Ткацкий? Это ткацкий станок был там, запчасти. Вот эти основания, они вот так вот ставятся, как ноги. Вот так вот они. Их должно два штуки быть. Ну, еще одна. Вон вторая стоит. И вот эта вот круцелка, она ложится вот сюда. Ну, она комплектуется, то есть я, честно сказать, я его не соберу в кучу. Надо оригинал посмотреть, где он был. Да, оригинал, да. Чтоб видеть на фотографии. Очень много волокит и документов. Мы второй раз вызвали на суд. Ну, я говорю, это же целый ваш дом. Хотя бы, ну, выше... Да. Ну, короче, она потом отказалась. А какого года постройки? Вот вам сегодня в каких условиях приходится работать? Это вам не за столом сидеть в кабинете? Я нормальные условия. Для меня это... Мы и на кладбищах ходим, и по домам, и везде. Офис, офис здесь открыт. Нормально все. Так, вот смотрите, документы парфюмы. Вы оценили в 3000. 50 процентов, а 80 процентов, это он 600. Но мы решили, что пускай будет. Да. 50 тысячи. Его перешить. Мазнячика. Красный. А что, ну, сейчас же так модно вот эти? Малиновый. Малиновый пинжак. Но это женская тоже. Да. Да, это женская. Малиновая. И вот так вот, вот она крутится, и делается нитка. Потом она стирается и вычесывает. Да, вот таких деталей не хватает полностью для коллекции. Я просто с бабушкой пряла в детстве. Я прялку мало. Сюда полностью передаю движение. Даже ремень еще сохранился. Просто нет ручного у меня. Короче, вы можете даже не забирать. Мы сейчас заколотим, мы это все закроем. Потом приедете и все. Ну да, ну поймите, просто люди выбрасывают, а как бы в музее, потом как бы экскурсии детям показать. То есть это... Ну так мы не против. Спасибо. Сейф! Не на сейф, ну с ручкой такой, ну просто нигде ничего не открывается. Вот одно окошко такое. Это наверное швейная, настольная машина. Это переноска для котов. Для кроликов, для котов, да. Да. Она не продаста. Не продаста. Не, вы подсказили? Ну вот, это вы соседам позвоните. Вы позвоните. Нет, вы позвонили соседам, если к ней уже приходили, с их вот насчет покупки. Вас слушайте. Здесь тут фундамента нет. Вот, я нету. Нету. Он на камнях стоит. Он просто камень просел. Получается, сюда надо два венца снимать. Ага. И ложить две шпалы. Шпалы у меня есть. Отлично. Надо будет четвертонный танкатор. Да, у кого-то надо будет его арендовать. Ну я найду кого-то. И все, поднять этот фундамент. И по сути, тут стенка выровняется. И пол ровно ставит. Саша, да. Что я думаю. Вот. Не хочу, нечего, 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 нечего. Нечего, 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 нечего. Потому что пожара не было, потому что наверху непонятно, что там. Так нет, там отопиться будет только когда кто-то ездит. Понятно, что до полного, как вы говорили, остывания. Ну там просел, целая стенка просел, да? Там не стенка, там камни старые, там камни старые вот эти вот были. Ложили под стену, под бенцин. И все, типа из-за этого. Если так... Ну то есть ничего страшного нету, все реставрируется, правильно? Конечно, вообще, все всегда можно сделать. Просто работаем. Да, в родное время. Ты тут что-нибудь будешь? Да, я на грани подушку. Ну, это чатка выставляет. Нет, 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 4-метровых шпалин. Так, счетчик рабочий в состоянии. Нет, ну, счетчик рабочий, но... Ну, я его менять надо. Ну, да, он меняется. Там уже все. Сейчас поработка вся унесена. Да. Медь, ё-моё. Была. Едва и пить, а полтрашечка. Полтрашечка, да, полтрашечка. Ставенько, вон даже вито есть. Ну, полторашечка на полторашечку хватило. Нет, до дома хватило, если тут ничего не подключать. Свет, чай, не пасть. Полташечка. Так, у нас и проводка привезена в подвал, это как бы вы видите, да? Да, она там землей. Там есть, да. Игорь, идите, зайдите, посмотрите, там даже много хороших вещей. Соль. Давай с вами посмотрим. Там мышки тягали туда, кушать себя. Да, да, да. Короче, вот с этой комнатой конька полностью нету оттуда. Ага. Получается, просто залезть, поменять конёк. Да. Тут половина дырявка уйдёт. Ну, вот этих уже не будет. А вот то, что там дырявка... А, это из-под трубы, да? А вот там... Это да, это в трубе, то можно уже санказать. С проход к этому... Там, это вообще лохалозная комната, я так понимаю, да? Её можно запенить, полностью заделать и, грубо говоря, дровотник внутри дома. Да. Чтобы не выходить на улицу на какие-то зимой. И там, или кладовку, или поставить... Да всё, что воно можно сделать. Папочка, ты что? Это будет Настя на комнату. Да. Можно сделать обзор. Папа, это будет Настя на комнату. Это её вот индивидуальное пространство. Индивидуальное пространство. Вот так иногда приходится делать обзор домов. А вы пугаетесь других домов, да? Ну, спасибо вам. Мы-то с вашего обзора сюда приехали. А так бы не приехали. Мы бы даже не знали. Да я просто про других даже покупателей, зрителей, которые пишут комментарии. Вот видите, людям даже такой дом не страшен, с такими заколоченными дверями и с таким, как говорится, наследством внутри. Нормальный дом. Ну, крыс, ступеньку залить. Ой! Ступенька залить. Куда и всё? Сейчас, вот. Колонки. С самого начала это... Ступеньку залить? Крыльцо, да. Ступеньку. Либо можно сколотить с дерева обратно такое же. А я всё равно занес. А как вы туда прошли? В эту сторону. Обошли туда? Да? Да. Только там чевеля такие, что... Ну ладно. Там надо высечь пластик. Продается. Ну... Ставится легко. Я вон на даче ставил... Вокруг дома за 3 часа. Да. Нет проблем. Вот, кстати, провод. Кстати, да. Ты посмотри, что сделано. Смотри. Накладки у нас. Металл уже металлический. Деревянный век с металлическим. Алиса, включи свет. Ну что, ребята, как вы планируете до зимы справиться с ремонтом, да? В внешнем нет, в внутреннем, да. Главное было картошим светом. Ну вас не испугал этот дом работы? То есть ничего, всё нормально? Всё победимо, да? Хуже видели. Хуже видели. Они сами себе место найдут. Главное, оборудовать себе место и всё. А что оборудовать? Смотрите, сколько здесь ещё сарая дополнительно. Мапа, мы всё снащить будем? Нет. Ну, вряд ли. А что с этим делать будешь? Реально будете коров и свиней держать? Да. И сам будете держать коров и свиней. Готовый курятник, слышишь, Катя? Смотри, готовый курятник? Где мама? Там ещё коня поставят. Я сказала, никаких кур, свиней и коров. Нет. Вам хватает нас троих? Нет. Зачем? Нет. Мы сами добро насрём. Мне, например, нравятся гуси. Честно говоря. У меня утки. Кряк-кряк, да. Да. А гуси на яйцо одну на сковородку разбил и наелся? Всё, да. Я говорю, гуси это вообще классная вещь. Их кормить много не надо. Пустил они по куцам. Папа, я тоже мало ем. Тем более, там какой-то водоём есть. Да-да-да-да-да-да. Сколько у вас у папы на шее сидит? Четверо. Четверо. Трое. Трое, мама четвёртая. Четыре гуся. Так мало, отец. Которые мало едят. Это, конечно, гневые. Тут явно. Ну, это доборная. Там санки есть. Это можно переделывать. Это доборная. Санки металл ещё. Здесь явно жирно сдержали. Ну, да-да-да. Там была корова и свиньи попасть. А там для телят, я так понял, было что-то такое маленькое. Для маленьких, да, скорее всего. Для такого. Мороз Анна Сергеевна. Какой год? Посылка. Откуда приходилось, с Ленинграда приходила посылка. Вот и здесь. Там год должен быть. Вон, смотри. Велосипед. Велосипед. Туле-кого. Местный туалет. Я папе сказала, что он спрашивал, где толчок. Вот туалет здесь, да? Ой, папа, какой отмотный. Прямо на мой белый костюм. Готовьтесь, будете сюда ходить. Вон туалет. Я говорю, с моим белым костюмом он классно сочетает. Зато освежает. Ну, участок, да, большой. 25, да? Да, 25. Нет, 20, 30. 20, ну, скажем. Вы про соседский участок спрашивали? Не хочешь продать, да? Мы хотим два. И она оставляла себе, типа, на дачу тоже. Ну, ничего, придет время, годик-два. Будем звонить, узнавать. Нет полосок? Вот это, что я не понял. Здесь какие-то деревянные для чего? Это было, наверное, груши, яблоки обирали. Тут же плодоносит деревья. Ну, плодоносит это. Созет говорил, что такое что ему. Раньше, было бежим. Да, ну, блядь, это, по армию бежит. Вот, по армию бежит. Где мать моя женщина? Там разговариваешь. Ну, вот. Ну, я говорю, тут стоял раньше. Очень. Ко дням. Почти. Я почти угадал. Что, будете молодые хозяйства брать, нет? Нет, я нет. Не, не хочешь, да? Нет. Я тут вообще нафиг все под ноль скосила бы. Поставила себе мангальчик. И все. И покрывальчик, чтобы забирать. Если все, если вы участок. Участок. Через год сюда приедете или здесь не узнаете. Все, закрыли дом, закрыли дом. Спасибо за обзор. Спасибо этому дому. Поедем к другому. Вот такой вот домик. Полторы тысячи плюс документы. Прямая продажа от сельсовета. Ну, сделано хорошо. Доброе утро. 99 лет. В любом случае, вы можете пользоваться. И, как бы, детям вашим... Ну, это не очень красиво. Чего? Так я же вас не снимаю. Я просто... Это для информации. Я ничего, что это все по закону и объясняю вам. Я просто не люблю... У меня была ситуация некрасивая в аптеке, когда ребята пришли и скрыты камерой снимали без предупреждения. Я вас не снимаю. Я после этого очень не люблю. Они, как белорусы, они оформят для себя пожизненно наследуемое владение. Поэтому определитесь. Заявление мы взяли, да? Да. Вот. А просто если вы, как белорусы, оформите, вы сразу землю пожизненно наследуемое владение оформите. То есть такие дома, которые продаются через сельсовет, лучше покупать белорусам? Да нет. Какая разница? У меня мама, вот она гражданка Российской Федерации. Российская Федерация за ней будет? Российская Федерация. Граждане тоже могут купить? Да. Граждане там Германии, Америки. Да, да, да. Приехали, написали заявление, все. Только земля им идет не... По жительному архитету Владимира... А, в аренду. В аренду. Да, договор аренды. На 99 лет, на 50 лет. И государство в любом месте может прерывать аренду. Почему? Но как нет? Ну, там же... Ну, как нет? Ребята, законы могут поменяться? Ну, нехто, но резонансные обыделы. Ну, слушайте, ну, уже тут местный человек. Столько времени живет. Какие вопросы? Понимаете, если бывают спорные вопросы, там, такие, как эмпионы, то... Ну, если только тут нефть какой найдут, ну, газ, да? В этом доме, да? Да. Ну, если нефть найдем, то мы вам не скажем. Не надейтесь. А там, ну, только ровите. И оформили документы. В этот день же взяли справку с Сейссенко, что никто не зарегистрирован, не прописан. Едете к нотарию, дарите. Так, хорошо. А справедливо? Можно дарить. Будут документы. Дадите справку с сейссенко и продвиньтесь. Так, еще что я хочу сказать. Когда вы дарите дом, вы можете в Дарсене написать, что вы, как бы, можете пользоваться до смерти, но до детей. Чтобы мало ли, если там спорные вопросы с детьми, то вот так вот родители дарят, но чтобы не оказаться на улице. У нас дедушка с бабушкой на Плеваре Шевченко подарили у дочке квартиру, оформили на нее Дарсен. Она переоформила квартиру, и потому что у нас детей не нужно дарить. Мы сушили квартиру и сами такие бабушки, как есть. Разыскали наследников, доказывали смерть вот этой бабушки, искали. Разыскали наследников, направили письмо, извещение, уведомление, что он не будет им пользоваться. То есть отказываться от дома? Да. Дом переходит в сельсовет. Сельсовет, и мы его тоже будем оценивать. Сначала будет оценочная стоимость, рыночная оценочная, правильно? Да, и мы газеты объявлению даем на сайте, и все. Это городок тоже, Летковщина. Что в Летковщине есть? Только магазин, школа, садик в Греске, да? Фабы здесь. 29-й вот такой вот дом. Улица Садовая, как говорится, вся древняя. Участок здесь тоже будет, вот так, 25, да? 20, нет, здесь, наверное, меньше, больше, что да. Потому что вот тут вот сбоку, это же тоже подходится к этому дому. Просто вот соседка напротив пользуется участком, и не хочется кашлы. Хотя бы картошку где-то косится. крыша, тут есть пару моментов веранду, надо разбирать. То есть второй общий курс. С нами тоже участник нашего действия. Ха, участник действия. Охрана, ты еще и будешь. Хорошенький такой. Чтобы они не ждали... Подождите, подождите. Какой совет людям, да? Чтобы они не ждали хотя бы базовой величины. Вот есть цена тысяча, полторы тысячи. Рублей белорусской. Да, рублей белорусской. Можно ехать, покупать. Потому что когда базовая, сразу люди подают заявление, и цена дома становится рыночной, и она продается с аукой. То есть если дом продается за одну базовую величину, то есть если появляются два и несколько человек, покупателей, прецедентов на это, то цена сразу становится рыночной. Да. То есть за одну базовую вы можете купить дом в Сельсовете, только когда на аукцион придет один человек. Да. Не, то, смотрите, на аукцион выставляется сразу первоначальная рыночная цена. И нету прецедентов на покупку. Аукцион уже в Минске, наша компания, она снижает будет стоимость, потом еще раз снижает. И вот когда уже на аукционе цена будет снижена до базовой, например, вот тогда вы можете приобрести. Но если на аукционе снизилась цена за одну базовую, на аукцион пришло два человека или три. Ну они тогда торгуются. Торгуются, то есть автоматически. Один дает 39, второй 50 рублей, стои, погнали, кто там больше. Да, да, да. Ну а сразу вот такой вот люди задают вопрос. Сколько раз в комментариях. То есть вот такой вот дом даже запущенный, захолостный участок. То есть мне всегда пишут, едьте в сельсовет, там за одну базовую полно домов. Купите себе за одну базовую дом. Это реально вообще сегодня или нет? Ну реально. Если нет больше никаких претендентов, можно купить. Просто человек приезжает в совет. Есть объявление в газете, на сайте, да, о продаже дома за одну базовую величину. Человек приезжает в совет, подает заявление. И с момента подачи заявления проходит месяц. Если больше никого нету, он приобретет, да. Но как правило, все едут, едут, и цена повышается до рыночной стоимости. Это он и есть тысячи, полторы тысячи. У нас вот этот дом стоил три тысячи. Вот этот вот дом, который? Мы снизили его на 50% и уставили цену полторы тысячи и решили их держать. Если по весне не появятся покупатели, то мы еще на 80% скинем. 600 рублей. Но до базы мы и не планируем. Пускай будет вода. Все понятно. Спасибо за интервью. Пожалуйста.